знаменитый линдский пирог посмотрите какая красота у нас получилось какой высокий и бесподобный ароматный пирог путь это самый ароматный пирог из всех пирогов которые я когда-либо готовила я сейчас обязательно покажу как он выглядит на среде посмотрите какая красота пульс какой бесподобный ароматный пирог мы сегодня с вами приготовили получилось отменно я надеюсь вам понравится наш сегодняшний рецепт и вы будете готовить вместе с нами а вы посмотрите наш видео рецепт до конца я покажу как мы его готовили поехали привет с вами любимый канал домашняя кулинария и сегодня у нас линдский торт это самый знаменитый пирог австрийской кулинарии это очень ароматно и вкусно для этого нам понадобится вот в моей миске сейчас 150 грамм размягченного сливочного масла куда я добавляю 150 граммов сахара и начинаю взбивать миксером вот до такой воздушной массы взбиваем масло с сахаром и теперь по одному добавляем яйца вмешали яйца в наше тесто убираем миксер и добавляем пряности судя по нашим пряностям пирог получается очень ароматный я сюда добавляю обязательно одну чайную ложку цедры лимона добавляем пол чайной ложки корицы все это я перемешаем обязательно треть чайной ложки 1 чайная ложка разрыхлителя и обязательно ванилин по рецепту мы также сюда добавляем гвоздику вот я взяла два зонтика гвоздики и вот так вот двумя чайными ложками должна буду их растолоть и добавить наше тесто ну вот так вот я измельчила добавляем в тесто с гвоздикой надо быть обязательно очень осторожным он перебивает вкус остальных пряностей а также нам обязательно две столовые ложки коньяка или рома это будет очень вкусно все это перемешаем перемешивать можно как лопаткой так и миксером и сюда обязательно добавляем молотый фундук 150 граммов молотого фундука для того чтобы вкус был более выраженный его обжарили при температуре 180 градусов буквально 10-12 минут оставили остыть очистили от шелухи и измельчили блендеры добавляем тесто ну и последнего у нас мука все это перемешаем и замешиваем вкусное ароматное тесто нашем рецепте 250 граммов муки вот такой консистенции тесто у нас должно получиться вот посмотрите как он держится на лопатке ну а теперь я беру кондитерскую форму и мы начинаем формовать пирог я беру кондитерскую форму у меня диаметром 24 сантиметра и выкладываю тесто в нашу форму но небольшую часть теста я оставлю для того чтобы оформить на что сверху ну а затем вот так вот лопаткой можно руками немного помогая себе мукой распределить тесто по всей форме и сформовать небольшие бортики вот так немного сверху посыплю мукой чтобы моя рука не прилипала и надо будет сформовать бортики форму мы не смазываем маслом так как в нашем рецепте очень много масла вот так выглядит тесто в нашей форме отправляем в холодильник на 30-40 минут или в морозильную камеру на 15-20 минут за это время нам надо подготовить малиновый или клубничный джем или то что есть у вас под рукой но оставшиеся теста я заворачиваю пищевую пленку и также отправляем в морозильную камеру пока наше тесто в морозильнике если у вас нету малинового или клубничного джема можно взять варенье и погружным блендером превратить его в однородную массу ну вот такую однородную массу мы превратили у нас было айвовое варенье на нашем канале есть самый настоящий и правильный рецепт как приготовить мармеладное айвовое варенье обязательно оставлю ссылки под видео или подсказках а теперь я достаю тесто из морозильника и продолжаем собирать пирог в морозильнике очень быстро застывает наше тесто выкладываем выкладываем начинку и равномерно распределяем по всей поверхности ну и последнее достаем оставшиеся из морозильника и заканчиваем оформлять наш вкусный и ароматный пирог наш пирог можно оформлять различными фигурками которые вы вырежете из этого теста я могу оформить просто решеткой для этого я раскатаю оставшие тесто нарежу на полоски я оформлю пирог решеткой прям вот так через пищевую пленку я раскатаю тесто и разрежу на полосы ну а теперь снимаю пленку можно обычного можно рифленым ножом нарезаем вот такие вот полосы и оформляем пирог вот так традиционно оформляют ленский пирог последним этапом мы ставим духовку при температуре 180 градусов на 30-35 у них их может быть 40 минут до готовности и я обязательно покажу что у меня получилось а теперь посмотрите какой шикарный пирог у нас получился как хорошо он поднялся и запах отменный вся кухня пахнет смесью наших специй которые мы добавили в тесто этот пирог требует терпения надо обязательно оставить его остыть а на следующий день он еще вкуснее можно его оставить прям в таком виде можно его оформить лепестками миндалин если у вас есть или оформить их вот так вот молотым фундуком который мы добавили в тесто вот такой красивый можно прям назвать его шикарным пирог который у нас получился аромат жареного фундука очень вкусный я оставлю пирог остыть и обязательно покажу как он выглядит на среде я надеюсь вам понравится наш сегодняшний знаменитый австрийский ленский пирог и этот рецепт вы будете готовить вместе с нами а вы подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии звоните в колокольчик делитесь соц сетях всегда ваша всегда с вами домашняя кулинария пока а